Накануне одновременно с торжествами в Париже, в так называемых народных республиках Донецкой и Луганской, прошли выборы глав этих самых республик. Лидеры Франции и Германии эти выборы сразу же осудили. Нерезультаты их моменту осуждения еще близко не было. Сам факт выборов. Интересно, как можно в наше время осуждать людей за то, что они что-то или кого-то выбирают? Или, скажем, резче, почему Меркель можно выбирать, Макрона можно, даже Порошенко вроде как можно. А вот Пушилина, например, категорически нельзя. А ведь в этом очень простом вопросе одна из двух причин войны в Донбассе. Люди взялись за оружие, чтобы говорить на родном языке и иметь собственную власть. Собственную, значит, ту, которую сами избрали. Как за это можно в наше время людей уничтожать физически и морально, тем самым поддерживая стреляющих? Так или иначе, но пока люди Донбасса свои... Они говорят на своем языке, на языке своих предков, ходят в свои храмы. И вот вчера выбрали себе власть. Подробности у Юрия Липатова. Люди Донбасса, они очень сильные, терпеливые, выносливые. И мы в состоянии отстоять свое будущее. Жительница Донецка Людбила Лупандина уверена, выборы, прошедшие в ДНР и ЛНР, по последствиям вполне сравнимы с котлами под Иловайском и под Дебальцево, в которые угодили силовики и националисты из так называемых «добрабатов». Тактика «упремся рогом» в исполнении майданных триумфаторов, начиная с 2014 года, неизбежно приводила к стратегическим поражениям. Но ведь не они же ее придумали, эту тактику. Они просто ее реализовывали по совету старших товарищей, считающих себя тонкими знатоками технологий массовых манипуляций. Трансовое состояние от таких вот ритуальных скачек психиатры называют каталепсией, состоянием, когда люди теряют способность здраво рассуждать и контролировать свои действия. В очередной котел, теперь уже не военный, а политический, своих украинских подопечных привел Курт Волкер, спецпредставитель госдепа США по Украине. Выборы в Донецке и Луганске на своей страничке в Твиттере он назвал фикцией, поскольку они, где, не соответствовали законам Украины. Почти пять десятков наблюдателей из 14 стран, наблюдавших за выборами, придерживаются другого мнения. Все организовано в соответствии со всеми международными нормами. И выборы проходили ровно так, как они должны проходить. Люди приходят голосовать, потому что они этого хотят. Явку 80% избирателей в ДНР и 77% в ЛНР никак не назовешь фикцией. Люди в Донбассе устали от войны и очень надеются на то, что на ситуацию можно повлиять мирно. Просто высказать свое мнение, избрав легитимную власть. В итоге большинство в Народном совете ЛНР получило общественное движение «Мир Луганщине» больше 74%. Леонид Пасечник больше не исполняющий обязанности, а избранный глава республики. У него больше 68% голосов. Мы голосовали за республику, в которой не будет места нацизму, не будет места олигархату и войне. В Народном совете ДНР большинство у движения Донецкая республика – 72,5%. Денис Пушилин набрал почти 61% голосов и теперь он тоже уже не в Рио. Приоритет экономика, что позволит, конечно же, государству выполнять все социальные обязательства. Реакция Петра Порошенко на проведение выбора в Донбассе была стремительной. Он вдруг сам заговорил о том, что решение о децентрализации власти на Украине, что, собственно, зафиксировано в тексте Минских соглашений, должно быть реализовано в виде поправок в Конституцию. А ведь до выборов норму об особом статусе Донбасса, принятую парламентом в первом чтении, вносить туда не хотели. Те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте. Но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в Конституцию, которые позволят решительно продолжить шаги в защиту децентрализации, обеспечив ей конституционный фундамент. Упоминание, что выборы должны пройти по украинским законам, нынешние киевские власти считали козырем в своих руках. Чтобы удержаться в своих креслах, необходимо было запугивать украинцев войной. Поэтому до сих пор блокировали реализацию Минских договоренностей в Верховной Раде. Украинский парламент не готов и не собирается никак согласовывать проект закона. Вообще не признает никаких переговоров с представителями непризнанных республик. Поэтому вариантов провести в соответствии с Минскими соглашениями выборов просто не было. Теперь переговорное пространство стало принципиально иным. Это не означает, что ДНР и ЛНР выходят из Минских соглашений. Признает, не признает – это проблема Киева. Если он хочет, если он захочет завершить этот конфликт, ему волей-неволей придется садиться за стол переговоров. Окончательное оглашение итогов выборов в Донецке намерены сделать 14 ноября, а в Луганске дату оглашения пообещали уточнить завтра. Юрий Липатов, Ирина Близнюк, Дмитрий Зайцев, Дмитрий Лужгенций, Первый канал. Продолжение следует...